Минсельхоз Республики получит полномочия заключать соглашение с ритейлерами о сдерживании цен на социально значимые продукты питания. Изменения в закон о госрегулировании торговой деятельности в Коми депутаты регионального парламента рассмотрят завтра на первом заседании осенней сессии. Это добровольное соглашение, которое будет подписываться с участниками рынка торговыми сетями и на них будут распространяться меры антимонопольного реагирования, потому что мы знаем, что искусственное сдерживание цен, конечно, предмет рассмотрения антимонопольных органов. Блок вопросов, вынесенных на госсовет, касается социальной поддержки населения. В частности, до 26-го года продлеваются выплаты детям-сиротам, компенсации расходов на капремонт. А единовременная выплата приемным родителям станет и вовсе бессрочной. К слову, с 2011 года пособие на усыновление выросло в 20 раз – с 10 тысяч до 200 тысяч рублей. Еще одна мера поддержки – компенсация онкобольным проезда к месту лечения. Ранее она была анонсирована главой Коми Владимиром Уйба и сегодня поддержана на комитетах в госсовете. Конечно, важным является и проект миссионной главой Республики Коми Владимира Викторовича Уйба. Это проект, так сказать, направлен на то, чтобы компенсировать нашим онкобольным проезд к месту, так сказать, прохождение лечения. Раньше эта мера распространялась только на тех, кто проживает в труднодоступных районах, теперь на всех. Всего на первом заседании осенней сессии депутаты госсовета рассмотрят 21 вопрос.